Здравствуйте, меня зовут Владимир Ильин, вы смотрите новости экономики и предпринимательства. Сегодня я расскажу вам о трех историях успеха. Их герои решили уйти от найма и попробовать свои силы в мире коммерции. Начнем с Ксении Ханиной. Девушка-столлер пополнила ряды самозанятых с помощью Центра Мой Бизнес. Что из этого вышло, узнаете в сюжете. Смотрим. Многодетная мама, педагог в детском саду и по совместительству столер и реставратор Ксения Ханина с детства мастерит что-то своими руками. Этому научил ее отец. Но со временем ребяческое увлечение было забыто. Спустя многие годы, по воле случая, женщина заметила брошюру Центра Мой Бизнес, который предоставляет услуги переподготовки. Ксения сразу поняла, что это отличный шанс воплотить свои детские мечты в реальность. Курсы были на базе у меня высшее образование. Я, получается, прошла переподготовку. И закончила как бы с отличием. И дальше начала пользоваться услугами моего бизнеса. Оказывается, их огромное количество прошла. Школу предпринимательства, потом всякие онлайн обучения. Ну много, много на самом деле. Участвовала в двух ярмарках. И вот находясь в этом сообществе, в этом чате, в Телеграме, и там появлялись мои первые клиенты, которые приходили такие же самозанятые. Например, «Ксения, сделайте там нам ящик какой-нибудь». Я говорю, конечно, с удовольствием. Все, что может быть изготовлено из дерева, поддается рукам Ксении, начиная от стульев и столов, заканчивая качелями, декоративными заборами и игровыми детскими домиками. Любовь к столяну, делу, появившейся в раннем возрасте, со временем стало только крепче. У меня отец-строитель. Отец-строитель. Я с ним как бы близка. И с детства по всяким стройкам с ним ходила. В общем, для меня это все не новое. И когда я купила дачу в 2020 году, и все время мечтала, кто мне там построит песочницу, там хотела что-нибудь такое сделать. И вот появилась дача, я думаю, ну что, начала просто делать вот так сама. И у меня стало получаться. Думаю, ну и получается. И вот так. У женщины большие планы на будущее. Своими навыками столярного дела Ксения хочет поделиться со всеми желающими. Кто-то захочет интересно и необычно провести время для кого-то, как для нее это может стать профессией. Женщина планирует организовать мастер-классы, которые хорошо себя показали на новогодней ярмарке и вызвали большой интерес у публики. На них самозанятая планирует учить не только создавать изделия, но и давать вторую жизнь старым предметам интерьера. Сейчас как-то у меня больше накрыла даже уже больше реставрационная работа, потому что последний мой большой заказ – это я делала реставрацию столов для ресторана, известного в нашем городе. И вот только буквально на днях закончила и получила вообще очень приятный, благодарственный отзыв и поняла, что я на самом деле вообще могу все и строить, и реставрировать. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин самозанятым островного региона, оказывают различные меры господдержки. Это обучающие курсы, льготные займы, участие в ярмарках. Также предусмотрены субсидии на возмещение затрат. Участников не ограничивают по количеству обращений. Самые востребованные меры поддержки – финансовая, информационно-консультативная, а также обучающие мероприятия, за которыми обращается более двух с половиной тысяч островитян. Более подробную информацию о мерах поддержки для островных предпринимателей и самозанятых можно узнать в центре «Мой бизнес». Он расположен в Южно-Сахалинске по адресу улица Емельянова, 6. Следующий герой выпуска – Даль Демченко. Он также пополнил ряды самозанятых и тоже предпочитает ручной труд. Предприимчивый молодой человек организовал собственную мастерскую по изготовлению предметов для интерьера. Что из этого получилось, узнаем в следующем сюжете. Бывший учитель труда Даль Демченко всегда пытался принести в профессию творчество. Однако полет фантазии ограничен образовательной программой учебного заведения. Однажды Даль решил попробовать свои силы в качестве самозанятого. Мастерить предметы интерьера оборудовал небольшой цех и завертелось. «Стало, скажем так, интереснее. Ну и больше поле для экспериментов расширилось. То есть я начал пробовать то, чего, допустим, на больших неповоротливых производствах не совсем мог попробовать. Здесь я ушел в более, так сказать, детальный подход к тому, чем бы я хотел заниматься». Поначалу клиентов находить было не так просто. Но спустя время о мастере начали узнавать представители бизнеса. Работы пришлись по вкусу рестораторам, владельцам модных магазинов. «Во-первых, в связи с моей предыдущей деятельностью, то есть меня знают как проектировщика, потом по рекомендациям, по объявлениям в интернете. Ну вот так, собственно. Иногда при личной встрече, если я вижу, что я кому-то могу предложить свою услугу, то я это делаю». Сделать первые шаги в качестве самозанятого помогли в центре «Мой бизнес». Специалисты подсказали, как оформить необходимые документы и как сэкономить на покупке оборудования. «Центр «Мой бизнес» организовывал бесплатное обучение на тему предпринимательства. Периодически приглашают на встречи предпринимателей. И вот в последний раз, я насколько знаю, даже встреча с мэром была в ТЦ столицы. К сожалению, не выдалось случая туда пойти. Занят был, но да, мероприятия периодически проводятся». Да и Демченко на достигнутом останавливаться не собирается. В планах масштабировать дело, закупить дополнительное оборудование и нанять сотрудников. Пожелаем удачи творческому и амбициозному представителю островного бизнеса. Замыкает тройку историй сюжет про единомышленников, которые основали собственное рекламное агентство. На их предприятии изготавливают баннеры, вывески и брендированные изделия. А начиналось все с желания перестать работать на кого-то и начать трудиться на себя. Объединившись, герои приняли решение арендовать помещение и попробовать свои силы в мире бизнеса. Кто помог приобрести необходимое оборудование и как обстоят дела в компании сейчас, узнаете в нашем следующем материале. Зинаида Чаузова в рекламном бизнесе уже много лет. Раньше трудилась на одном из полиграфических предприятий города. Однажды с коллегами решили организовать свое дело. Тем более, что опыта накопилось немало, да и команда слаженная. Сказано – сделано. Взяли в аренду помещение, закупили оборудование для старта и пошло-поехало. Почему именно с этим направлением решили связать свою деятельность? Ну, это интересно, это по моему духу, так сказать. Мне нравится делать красивые вещи, нравится все новое. И в принципе, это такая работа. Всегда нужно находить какие-то решения для различных задач. Всегда что-то новое. Скучно не бывает. Сегодня предприятие по праву считается одним из самых передовых в своей сфере. Все благодаря регулярному обновлению техники и услуг. Это сувенирный принтер. Он предназначен для прямой печати на различных сувенирах. И это идеальное решение для брендирования продукции, для нанесения логотипов. К тому же, это очень стойкие краски используются, экологически чистые. И современное оборудование в плане скорости печати, качества печати. Очень высокая детализация. Сейчас на предприятии несколько цехов. Среди клиентов, предприниматели, организаторы мероприятий, представители учебных заведений. Помимо станка с прямой печати, у нас есть широкоформатный ламинатор. Он предназначен для ламинирования табличек большого формата. Это не только таблички, вывески и ламинация изображений на бумаге, на пленке. Кроме того, у нас есть лазерный станок. Он используется для резки материалов по специальному заказу, по индивидуальному заказу. Стремительному взлёту на рынке рекламных услуг компании посодействовали в центре «Мой бизнес». Предприятию оказали финансовую поддержку, благодаря чему полиграфия смогла твёрдо встать на ноги за относительно короткий срок. «Мы постарались воспользоваться всеми доступными мерами поддержки, так как это способствует ускоренному развитию бизнеса. Воспользовались поддержкой фонда предпринимательства «Мой бизнес» в виде льготных микрозаймов по 4%. Получили субсидию в отделе поддержки предпринимательства. Все средства были потрачены на модернизацию производства. Предпочтение было отдано на покупки оборудования последнего поколения». Остаётся пожелать удачи дружному коллективу рекламного агентства и новых высот. Это были новости экономики и предпринимательства. Меня зовут Владимир Ильин. До встречи!